Кто не любит сладости, не ест печенье, просто он тщательно это скрывает и во всем себя ограничивает. А может быть, просто он не нашел правильного печенья, как, например, вот это. Итак, Кать, что сегодня будем готовить? Сегодня у нас что-то очень по-быстрому. Очень по-быстрому миндальное печенье. Из такой же смеси можно сделать марципановые колбаски. То есть, либо быстро это марципан, либо мы делаем прям миндальное печенье. Для начала, кстати, мы включили духовку на 180 градусов, потому что смесь мы приготовим очень быстро. Екатерина, смесь заведет очень быстро. Я просто буду комментировать. Поэтому духовку включаем сразу на 180 градусов, там, где наше печенье и будет выпекаться. Ядро миндаля по большому счету. Да, перемешанное ядро миндаля. Сейчас будет такой аромат. Рецепт очень простой. Нужно взбить яичный белок и постепенно вмешать в нашу смесь. В принципе, эту смесь можно сделать самим, отдельно купив миндальную муку и добавить сахара. Или сахар-выгинителя. На пачке написано «Не переживайте, если не получится». Будет идёт снова. Потихонечку, несколькими порциями вмешиваем. Вмешивайте взбитый белок в смесь с несколькими порциями с помощью лопатки. Не переживайте, буквально через 2 минуты всё получится. Потому что, видимо, там реакция происходит. Пока на тесто не похоже. Совсем нет. Хочется добавить чего-нибудь ещё. Оно вполне получается. Можно на бумаге для выпечки это всё делать, а можно на масле ГХИ. ГХИ – это топлёное масло, которое при термообработке не выделяет канцерогенов. В рукопашную пойдём. Такой вот получается колобок. Так. И варианта здесь два. Можно сделать их мягкими. Тогда чуть меньше 10 минут держать. А можем их сделать такими хрустящими. Тогда держим 10-12 минут. Я, кстати, не люблю формочки для печенья. Почему? Потому что они потом теряются, их. Нет, в смысле я их люблю, но они теряются, их потом не найти. Например, печенье «Звёздочка» очень часто пригорают. Краешки. Вот лучики, да, краешки. И я обычно, если печенье такие, я использую либо рюмочку, либо кружечку, либо стаканчик. Мы будем делать хрустящие печенья, поэтому отправляем на 12 минут. Смешнючие наши сердца развалились в прямоугольнички, в треугольнички. Нужно печенье сразу отодвинуть, чтобы они у нас не присохли, не прилипли. И легко было снять с противня. Сейчас оставим их остывать. Ещё чуть-чуть они, может быть, примут форму свою. Можно будет кушать. Ну и, в принципе, если без фанатизма, если нет никаких ограничений в еде. Ну вот я себе к этой категории отношу. Я всё ем и пшеничную муку, и иногда даже бутерброды с колбасой. Да простят меня поклонники Катерины и правильного питания. Вот. А просто вот такие продукты – это какие-то другие вкусы. Это то, что помогает разнообразить наш рацион. И поэтому печенье из миндальной муки – это совсем не то, что печенье из муки пшеничной.